Считайте, это центр полигона. Если мы посмотрим налево, зона без внесения. Если мы посмотрим направо, зона с внесением. Направо пойдешь, початок кукурузы найдешь. Налево пойдешь, почти ничего не увидишь. На экспериментальном поле Балаковского филиала АО «Апатит» проверили, насколько эффективно внесение фосфогипса в почву под кукурузу, подсолнечник, просо, яровые, пшеницу, ячмень. Там, где миллиарант использовали вместе с минеральными удобрениями, и початки кукурузы больше, и подсолнухи тяжелее, и пшеницы гуще. А там, где его не применяли, урожай не столь высок. В этом убедились фермеры со всего региона, которые приехали на день поля компании «Фосаграм». Нанесен был фосфогипс, видно результаты. Поэтому интересно поработать с этой компанией. Если раньше мы брали площадями, те урожаи, сейчас приходится брать качеством той земли, которую мы обрабатываем. Сегодня эта проводимая конференция, она показала, что есть люди, которые заинтересованы в сотрудничестве с нами. То есть мы не одни, мы не брошены. Около трех-четырех тонн на гектар. Именно такие нормы внесения фосфогипса рекомендованы для Балаковского района. И местные фермеры их придерживаются. Несколько сельхозтоваропроизводителей согласились на эксперимент, в ходе которого специалисты компании «Фосагра» просчитали для них индивидуальный план внесения миллиаранта. Например, агрофирма «Пегас» начала использовать его минувшей зимой. Проводили масштабный опыт по внесению фосфогипса на системах «Ноутил». Фосфогипс вносили в разброс по первому снегу, то есть по минимальному снежному покрову, для того, чтобы он у нас лег на увлажненный слой и вместе с водой проник в нижние горизонты почвы. Ну а другой фермер участвует в эксперименте уже не первый год. Ему удалось получить повышение урожайности минимум на 7 центнеров с гектара. Мы с компанией «Фосагра» закладывали два года назад еще опыты по внесению фосфогипса, удобрений разных дождей на кукурузе, на сою, на люцерне, на подсолнечнике. И сейчас мы в этот год тоже покупаем у них фосфогипс, вносим на поля. Ясно дело, что за один год, допустим, ты не рассолишь поле по-любому. Просто реакция химическая не бывает, так быстро не проходит. Видно, что улучшение почвы все-таки есть. Фосфогипс, по мнению специалистов «Фосагра», в сочетании с различными видами минеральных удобрений позволяет повысить урожайность даже в засушливых регионах, там, где много солонцов. Причем эффект будет заметен уже в первый год после внесения, а в последующие только увеличится. И это не просто теория. В советские времена фосфогипс, он широко очень применялся, даже были свои государственные стандарты на применение этого фосфогипса. И он очень, миллионы тонн применялся по всей России. То сейчас просто-напросто мы возрождаем то, что было незаслуженно забыто. С другими регионами мы общались, да, ну, где рядышком нет такого производителя удобрений, да, с такого источника фосфогипса, да, они говорят, что как, а у вас есть фосфогипс? А как нам его взять? Многие фермеры, которые озабочены повышением плодородия почвы, постоянно следят за опытами, которые проводятся на экспериментальных полях компании Фосагра. Они приезжают и во время сева, и во время обработки участков, чтобы лично оценить результаты, а затем применить забытую технологию на своих землях. Обобщить полученную информацию позволил День поля, где есть возможность пообщаться со специалистами, обсудить актуальные вопросы. На этот раз участники мероприятия обсудили современные тенденции в восстановлении и сохранении почвенного плодородия. Новые технические средства, машины и агрегаты, которые призваны сделать труд аграриев более эффективным. Аудитория здесь тоже специфичная, да, это не просто люди пришли посмотреть на высокие урожаи, на интенсивные культуры, высокоинтенсивные люди приехали сюда посмотреть, как сохранить плодородие почвы. Компания Фосагра проводит исследования по применению фосфогипса не только на Саратовской земле, но и в Московской, Волгоградской, Самарской, Астраханской областях. И везде эффект, по словам специалистов, превосходит все самые смелые ожидания. В Балакове эксперимент будет продолжаться, чтобы в следующем году участники очередного Дня поля смогли оценить долгосрочный эффект от внесения фосфогипса в почву.